Всем привет, Haval H6 All New. Сегодня залью полный бак до полного, до первого отстрела пистолета. И хочу замерить реальный расход, в связи с чем такая мысль появилась. И первый, наверное, ну, минусы есть в машине по-любому, и один из минусов это малый объем топливного бака. Отсюда, исходя отсюда, малый запас хода, отсюда исходит причина частого появления данного автомобиля на заправочной станции. Расход от заправочной станции не зависит от АЗС, от марки АЗС, от бренда. На данный момент составляет чисто городской режим 11,1 литр. Раньше у меня было где-то 10,5, 10 литров средний. Это был момент, когда трасса и город. Трасса-город, в основном город, но трасса участвовала. Сейчас, как закрыто все на карантин, трассы нету, то появился постоянно город, и вот средний расход 11,1 литра. В нормальном режиме, средний скоростной режим движения, без фанатизма, обычный, без нарушений, без резких стартов, без резких торможений, плавная размеренная езда. 95-й, 95-й плюс присутствует, то есть не ниже. 92-м автомобиль не заправляю. О-о-о-о-о-о-о, не сработал. да как и все у нас в стране бывают моменты заодно на мойку сейчас поедем режим передвижения городской более склонный к сельскому пробок нету ямы на дорогах все как положено при этом получается средняя скорость так сразу показываю давление шин нормальная средняя скорость 36 километров в час и что тут у нас еще ну и все беру сбрасываю расход по нулям засекаем счетчик смотрим 13 274 километра проезжаю 100 километров и заезжаем на эту же заправку заправляемся опять же до такой отсечки при полном баке при расходе 11 литров бортовой компьютер запас хода насчитал 446 километров сейчас если поехать по трассе расход понятно уже будет меньше и запас хода будет расти то есть пересчитываться все будет но по трассе я ездить не буду буду ездить по городу поэтому и решил на данный момент провести вот такой вот эксперимент расход городском режиме без пробок всем привет незаметно прошли 100 километров даже немножко переборщил 380 я не забыл у меня даже бумажка лежала напоминание но просто я не рассчитал вокруг заправки не было у меня вариантов круги наматывать но не суть важно это все можно средний расход высчитать посмотреть то 6 километров проехал запас хода показывает хватает на 338 километров и расход я сбрасывал по нулям городской режим тот что я вам рассказывал без фанатизма аккуратная езда по ямам все как положено аккуратно 11 1 литра заправляю сейчас опять же также надеюсь на мойку не придется после этого ехать и смотрим сколько реально зайдет в бак бензина до полного до отстрела объем 1292 литра полный бак 452 запас хода 1290 литра 2 литра которые израсходовали разделяем на делим на километраж который проехали и умножаем на 100 и у нас получается 12 8 запятая 18 литра округляем получается на 100 километров автомобиль расходует 12 и 2 литра реальный расход увидели расход бортового компьютера также увидели практически на литр чем-то точнее литр и 1 десятая многое конечно зависит от стиля езды будете динамично ехать посмотрите раз показания на бортовом компьютере сразу добавляйте литр полтора наверное все таки автомобиль тоже имеет зависимость от автомобиля многое опять же зависит топлива наша страна знаете какое топливо заправляем ослиная моча знаете как не доливают на заправках также поэтому вывод делайте сами реальную картину показал я вам зимой соответственно расход будет еще больше на трассе меньше на трассе явно падает нужно уже точно если на трассе то точно нужно замерять опять же вы можете произвести замер уже сами тем кто не купил еще авто и кому важен расход смотрите гб о возможно установка почему я не ставлю сделаю по этому поводу отдельное видео чтобы это сильно не растягивать кому интересна данная тема подписывайтесь на этот канал ссылки все оставляю в описании к видео в комментариях также подпишитесь на мой инстаграм там я выкладываю фотографии с анонсами то что будет в следующих моих видео обязательно оставляйте комментарии я специально для вас снимаю видео что мы вместе с вами обсуждали все в комментариях в обсуждении рождается истина кого что не устраивает уже владельцев которые приобрели данное авто также пишите в комментариях сервис не устраивает что по машине не устраивает всю правду пишем в комментариях случае надобности кто заинтересован в записи совместного видео кто может что-то хочет рассказать о данном авто кому нравится или же о проблемах проблемах сервиса по и подъеду к вам и все сделаем покажем людям что есть на самом деле на сегодня все всем удачи и до следующих видео